Нарядная, красивая, почти готова к встрече Нового года. Главная ёлка города стоит, как и положено, в центре. А вокруг создаётся настоящая сказка. Рабочие режут лёд для горок, в деревянных коробах слёживается снег для будущих фигур. В этом году к стандартному набору развлечений добавляется ещё несколько элементов, которые украсит городок. В этом году добавим на эту ёлку вот эти вот светящиеся фигуры, которые возле Азова стояли в том году. В том году их не стали ставить сюда, ну просто не успевали по времени. В этом году добавим эти элементы сюда. В южной части добавим две горочки для малышей изо льда, чего там не было уже очень давно. Добавили даже видеокамеры, добавили в этом году свет, учли пожелания жителей, что немножко темновато было. Но мы не рассчитывали, то есть это был для нас такой пробный проект, то, что здесь гораздо темнее, чем где-то, и безопасные проходы сделали. Может случиться чудо, и в следующем году новогодний городок, расположенный у Бажовского центра, наконец-то переедет к центру культуры. Возможно, вместе с ёлкой, которая сейчас украшает городской парк северной части. Сюда же в планах приобрести новую искусственную красавицу помасштабнее, чтобы была выше растущих в парке сосен. Создаёт он вам новогоднее настроение? Да, конечно. Ждём, когда, наконец, огоньки все включат, ёлку запустят, вот гирлянду сейчас вешают большую. Да, ждём, когда всё будет работать уже. Красота! Очень хорошо. Вот сейчас хоть куда, хоть куда, хоть там сейчас, там вот, вот видите, площадку сделали, даже будет концерт, даже открытие будет 30 или 31 будет, так что очень хорошо. Строители городков беспокоились, что не успеют всё сделать в срок. Для снежных фигур катастрофически не хватало материала, но сейчас всё нормализовалось. Снег, наконец-то, пошёл. Теперь осталось дождаться хорошей минусовой температуры, чтобы залить горки. Но местным ребятам нравится и так. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.